Всем добрый день, с вами Kleister.ru и сегодня мы обозреваем итальянский каталог Александра Аллори под названием Rebeca. Обои представляют собой превосходный вариант для любого дома. Эта коллекция отличается изысканным итальянским дизайном, утонченным принтом и удачно подобранным материалом. Первый паттерн это стандартный эффект мрамора, скорее даже стандартное его представление. Красивый и лаконичный рисунок в сером цвете. Если мне попросить представить в голове рисунок мрамора, именно таким я его представляю, как скорее всего и большинство людей. В этом варианте прожилки более четкие, имеющие границы, поверхность глянцевая, интересно играющая со светом. Обратите внимание на референсы, которые представляют нам каталог, как красиво смотрятся данные варианты в интерьере. Вариант мрамора уже с расплывчатыми границами, я бы называла это эффект акварели, будто бы художник оконул кисточку сначала в краску, а потом долго подержал ее в воде и у него получился такой рисунок. Этот вариант не менее интересный, а возможно кому-то он понравится даже больше. Поделитесь пожалуйста в комментариях, как вы относитесь к мрамору на стенах. Очень часто слышу мнение, что мрамор должен быть только на горизонтальных поверхностях. Это например кухонный гарнитур или стол. Паттерн представлен в различных цветах, это светло-серый, более темно-серый вариант, бежево-золотой с нейтральным подтоном, бежевый с серебряным прожилком, благородный темный серый цвет. Тип обоев виниловые на флизелиновой основе. Подходят для любых жилых помещений, квартир и загородных домов, офисов и коммерческих объектов. Ширина 1 метр. Основные мотивы обоев это классические орнаменты в современном прочтении, эко-дизайн и сочная флористика, эффектная геометрия и 3D узоры. Дизайн Александра Лори рождается в Италии, и почерк мастеров фабрики сложно спутать с другими производителями. Рисунки выполнены очень деликатно, кропотливо и со вкусом. Восточные арабеские, дамасские, венделя и флористические мотивы нанесены изящно и тонко, словно кистью флорентийского живописца. Цветовая гамма обоев элегантно выполнена в натуральных и пастельных тонах. Красивый, нежный, кварцевый вариант с серебряными прожилками. Такой вариант вижу в детской растущей комнате или комнате подростка. Настенные покрытия с эффектом мрамора подарят элегантность, изысканность и уют гостиной, спальни, кабинеты и любому другому пространству вашего дома. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше всего. Но подождите, покажу вам последний, который сразу запал мне в душу. Это небесно-голубой вариант. Утонченный, интересный, мягкий, обволакивающий. Именно такие ассоциации вызывают у меня этот цвет и рисунок. Следующий паттерн в каталоге – это цветочный орнамент с льняными компаньонами. Хороший вариант цветочного орнамента, кто хочет в живое помещение, которое немного играет рисунками, но без ярких пятен, плясок, сказок. Обратите внимание на прорисовку растений. Каждый имеет свою текстуру. Кто-то шершавый, кто-то с горизонтальными полосками, кто-то гладкий. Есть варианты, имеющие матовую поверхность, а есть глянцевую. Все это создает свою магию и красоту. И к нему идут отличные варианты компаньоны. Это теплые бежевые матовые цвета в стиле льна. Следующий вариант цветочного орнамента уже более интересный. Появляются зеленые и золотые акценты. Такой вариант мне, честно говоря, больше по душе. А какие варианты вы рассматриваете для себя? Идут отличные обои компаньоны от светло-бежевого с капелькой зеленого цвета и три варианта зеленых оттенков. Такие обои удачно передают мягкость тканевой фактуры. Они сделают ваш дом уютным, гармоничным и идеально подойдут лаконичным фоном к деталям интерьера, шторам, картинкам, фотографиям, мебели. Бежевый вариант напоминает нам немножко первый, но детали все-таки более ярко выражены, чем на первом варианте. Я бы сказала, здесь есть цвет сена в цветочном орнаменте. Навевает какое-то такое осеннее настроение. Красивый розовый вариант. Он имеет, мне кажется, все оттенки розового цвета. Обои в комнате девочки, маленькой или подростка. Если не хочется каких-то ярких рисунков, а вариант ремонта на долгие годы, то есть растущая комната. Сочетание с плетенными предметами интерьера будет отлично создавать уютную атмосферу. А это уже более смелый и яркий вариант. Зеленый фон и светлая прорисовка растений. Не броско, все органично, красиво, дает летнее настроение. И даже в холодные зимние вечера ваш дом будет дарить вам нотку лета в эти холодные, мрачные, возможно, даже иногда дни. Благородный синий глубокий цвет, который обволакивает и успокаивает. Отличный вариант для спальни, чтобы прийти и отдохнуть от всего мира в своем маленьком иютном везде. И отличные обои-компаньоны, белые с ноткой серого, где-то голубого, где-то синего цвета. Такие обои очень часто ищут клиенты, когда просят обычные фоновые обои. Заканчивая цветочный орнамент, спокойный нейтральный вариант. Подскажите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы цветы в интерьере, тем более в таком количестве, когда это не единичные цветы на фоне, а большое количество, которое заполняет каждый кусочек обоев. Следующие варианты обоев выполнены в стиле модерн. Образцы будто бы имеют два слоя. Первый – золотой, глянцевый, переливающийся со светом. Прожилки в геометрическом стиле. И второй слой – матовый, имеющий эффект штукатурки. Для квартиры в стиле лофт – отличный вариант. Такие обои отлично разбавляются живыми цветами в помещении. Серые обои в сочетании с зелеными цветами дают особую атмосферу в доме. Обои компаньона геометрии под тон к ним. Имеют тот же самый рисунок, только уже без золотых прожилок, без геометрии. Такой же вариант, только с прожилками розового золота. А вы обратили внимание, как нарисованы полосы. Где-то это полноценные золотые линии, которые немножко углублены вниз, то есть первый слой. А где-то это просто полоса на фоне. В общем виде, как мы видим на референсе, дает вид плитки, но не в обычном престолении, как мы обычно это видим. Эти итальянские обои благодаря тому, что фрезелиновые легко клеятся. Это позволит сделать ремонт качественным и быстрым. Клей надо наносить только на стену, предварительно загрунтовав ее. Сложные и интересные цвета в этом каталоге подчеркивают элегантность комнат, сдержанность и благородство хозяина. Светлые варианты данного паттерна отлично будут смотреться в прихожих. Они достаточно светлые, что важно для небольших помещений и выдерживают высокую эксплуатационную нагрузку. Невысокая стоимость таких высококачественных и красивых обоев обусловлена тем, что производственные мощности фабрики расположены в Южной Корее. И таким образом удается создать покрытие высокого класса по очень разумной цене. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что важно для вас при выборе обоев. Цвет, качество, возможно, страна или художник, который все это отрисовал. Поделитесь в комментариях, по каким принципам вы их выбираете. Мы заканчиваем нашу геометрическую историю и подходим к следующему паттерну. Слышите детский смех? Если нет, то вы точно его услышите. Представите, увидев следующий паттерн этого каталога. Такие, как мне кажется, обои больше детские, лаконичные обои с бабочками. Некричащие рисунки, цветы. Хорошие обои для маленького человека, который только начал свой жизненный путь. Обратите внимание на прорисовку бабочек. Она будто сделана из маленьких веточек и листьев. И как незаметно устроила сзади нее тень. Возможно, при первом просмотре этого варианта можно не обратить на это внимание. Но эта деталь очень важна, которая дает объем всему рисунку. Обои-компаньоны. Это обои с текстурой отпечатка льна под тон к ним. Вариант обоев с голубой и белой бабочкой. Тут уже видны на них акценты, но также без кричащих цветов. Это коллекция обоев. Это очередной шедевр дизайнера в фабрике. От этих на стенах покрытий очень тяжело оторвать взгляд. Которые кажутся на первый взгляд, возможно, очень простыми. Но, как говорится, красота в простоте. В каталоге угадываются растительные и животные тематики, отображенные в цветочных мотивах. Геометрический рисунок смягчен текстильной структурой. Его хочется не только рассматривать, но и ощущать тактильно, трогать. У коллекции очень красивые цветочные гаммы в натуральных, природных тонах. Обратите внимание на референсы, как красиво используются эти обои в спальнях, гостиных и других помещениях. Как красиво и органично они смотрятся и дополняют его. Поделитесь в комментариях, как вы относитесь к бабочкам в помещении. Не кажется ли вам это, так скажем, бабушкиным вариантом прошлым веком или чем-то просто немодным? Обратите внимание на цвет и фактуру бабочки. Здесь она имеет красивый перламутровый цвет. Посмотрите на ее игру со светом. А теперь представьте, как все это будет красиво играть в интерьере и делать его намного интереснее. Наши бабочки улетают и вместо них приходит вариант в стиле модерн. Готовы увидеть? Это нежный зеленый пастельный вариант с более темными зелеными прожилками. Давайте рассмотрим поближе. Линии состоят из мелкого-мелкого гороха, покрытые мелкодисперсными блюсками. Но это еще не все. Линии будто бы прорезинены и точно имеют верхнее прозрачное покрытие. Камера этого не передает. А что это значит? Это значит, что пора уже наконец-то прийти сами в шоу-рум и посмотреть на эту красоту вживую и рассмотреть каждую деталь лично. Обои компаньоны фоновые, напоминают мне рисунок вязки, имею два слоя. Нижний матовый, а верхний глянцевый с блестками. И посмотрите, как красиво играют со светом. Они точно не будут меркнуть в сравнении с акцентными обоями и также будут притягивать внимание вас и ваших гостей. Кто смотрит данный обзор, для вас есть подарок. При заказе и вводе промокода MODERN на сайте автоматически включится скидка. Так что скорее спешите урвать те самые обои, которые вы так давно ищите и рассматриваете. Мой любимчик и фаворит в этом альбоме это геометрия с синими прожилками. Давайте рассмотрим референс, который представила нам фабрика. Обратите внимание, что данная прорисовка дает объем рисунку 3D эффект. Напоминает то ли квадраты, то ли ступеньки, по которым можно бежать вверх к своим мечтам. В сочетании со своими обоями компаньонами смотрится просто превосходно. Вот такой еще интересный теплый вариант цвет капучино. Можно смотреть на обои, будто бы чувствовать вкус своего любимого напитка. Поделитесь в комментариях, какие обои стали вашими фаворитами. Возможно, тут вы увидели те самые обои, которые так давно искали из обзора в обзор. Выисквили каждый уголок сайта в поисках тех самых обоев. Ну и заканчивает этот альбом геометрия с темными прожилками и светлыми. А на какой стороне ты? Темный или светлый? Каждый имеет свой характер, который, возможно, будет передавать ваше внутреннее я. Альбом подошел к концу. Поделитесь в комментариях вашими впечатлениями об этом альбоме. До встречи. Увидимся в следующую пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок